20 дней на Черноморском побережье. Почти 500 школьников вернулись в Самару с отдыха в Краснодарском крае. В их числе сироты, воспитанники детских домов и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Такое путешествие для них организовали за счет областного бюджета. Как прошли каникулы, узнала Дарья Зотова. Возвращение из жаркого Краснодарского края в родную Самару. На перроне почти 500 детей. В лагере дружных в селе Кабардинка они отдыхали 17 дней. Мне все понравилось. Как на море ходили, как кормили. Мы ходили на всякие экскурсии. Мне очень понравилось. Замечательный лагерь, очень много новых друзей. На море искупалось. Было вообще замечательно. Море буквально в 30 метрах от лагеря. За безопасностью следили вожатые. Всего их было 35. Для самых маленьких организовывали детские игры. Для тех, кто постарше – футбол, баскетбол, настольный теннис. Лагерь у нас очень интересная программа. Каждый вечер мероприятие. Каждый день два раза море. Пятиразовое питание. Спортивные мероприятия. Дети отлично провели время. Приехали довольные. Также проводили их обратно в Самару. Вот только вышли с поезда. Сейчас отдаем их родителям. Прощаемся. Все. Путешествие проходило на комфортабельном поезде. Все вагоны были подготовлены. Безопасность на первом месте. Во время поездки скучать не пришлось. Вожатые развлекали воспитанников конкурсами и играми. Каникулы у них были замечательные. Вот они такое сочинение напишут «Как я отдыхал летом». Ну, наверное, никто так не напишет. Но самое главное, что у них новые друзья. Новые друзья и среди взрослых, вожатых. Там замечательный вожатский отряд был. Новые друзья среди сотрудников ОАО и РЖД. Это и проводники, и монтеры. И вот они были довольны. Были детки же и из детских домов. Они вот интересовались всем. Теперь они все хотят стать железнодорожниками. Организация такого отдыха уже стала доброй традицией. Ежегодно сироты, воспитанники детских домов, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, отдыхают и оздоравливаются на морском побережье за счет областного бюджета.